Продолжение следует... У нас есть неравномерная материя, которую можно в пространстве как-то распределять. Есть научные факты, которые говорят, что этот мир, который мы видим, он не может быть никаким другим, кроме версии, что пространство бесконечно, оно бескрайне, нигде не кончается. И все пространство давным-давно-давно, с самого начала, неизвестно с каких времен, где-то там из бесконечности заполнено материей. Как оно может быть заполнено материей? Только равномерно. Если материя имеет внутри себя силовые взаимодействия, то пространство равномерно заполнено материей на макроуровне. Вот что такое на макроуровне? Это когда очень большие области галактики берем, вот большой-большой куб, много-много-много галактик и второй такой же куб. Вот когда мы эти кубы увеличиваем, 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 захватываем все больше и больше галактик, то у нас сравнивается в пространстве плотность средняя по этим кубикам. То есть в каждом кубике у нас будет примерно количество галактик, каких-то пустых областей разряженных. Это все будет в рамках силового взаимодействия. Причем есть определенные принципы. Есть такая фантазия, когда фракталами ты двигаешься в каком-то масштабировании, у тебя опять повторяется то же самое, опять дальше, дальше. Так вот, смысл такой, что с научной точки зрения, с математической точки зрения, с логической точки зрения, вот такой фрактальности в нашей Вселенной быть не может. Вселенная не построена по этому принципу. Понять это можно на простом примере, что вот какая бы Вселенная ни была, бесконечно во всех направлениях, все равно в этой Вселенной есть самое большое тело, и оно будет иметь конечные габариты. Что это значит для нашей Вселенной, для науки, для практики, для учислений? Это значит, что с этого самого большого тела начинается отчет неравномерности. И где-то через какое-то количество показателей эти неравномерности закончатся, и они станут похожи на соседние неравномерности. То есть, самое большое тело показывает максимальность объекта. Этот объект строен в какие-то планетарные системы, или в галактические системы, хотя они тоже, в принципе, являются усложненной планетарной формой. И так далее. И есть максимальные объекты скопления, вот, скажем, максимальные параметры для галактики. То есть, есть самая большая галактика, и дальше все ей подобные. Галактики не могут выйти за какой-то размер, за тот максимальный, самая максимальная галактика, самая большая. Поскольку галактики между собой, все тела между собой связаны только силовым способом, другие способы являются волшебными, значит, невозможными. Их даже придумывать бессмысленно. Отрицать взаимодействие. Сейчас вот утро ученых была такая мода, и сейчас продолжается. Отрицать взаимодействие на уровне галактик. Это такая детская болезнь, отрицание бесконечно больших величин. Не может быть построена Вселенная без взаимодействия на уровне галактик. То есть, у нас силовое взаимодействие есть везде. А если есть везде взаимодействие, то у вас накладываются определенные рамки на распределение материи по пространству. Вы можете, вот ее как бы вы ни накидали, она все равно выстроится силовым образом. Она войдет в равновесие. Причем две схемы. Первая схема на прямом притяжении, либо на комплексном приталкивании, через отталкивание, через частное. Если на притяжении, то это все обвалилось сразу. Мира мы не видим, галактик не видим, звезд не видим, планет не видим, людей нет. Думать об этом некому, да? Это волшебный мир мы создали. А если на отталкивание, которое в комплексе дает приталкивание, то мы получаем безальтернативно равномерное распределение масс в пространстве. Вот никак. То есть, на макроуровне у нас будут какие-то полости. Какие-то сгустки, опять полости и так далее. Будет ковер. Но у этого всего есть максимальный предел. И если мы потом будем издалека, издалека смотреть, то там эти неравномерности, эти полости, они будут на общем ковре, на общем поле на этом, они будут микроскопические. Так вот, есть представления, есть результаты, позволяющие говорить, что есть полости. Сейчас называются войды космические пустоты. Английская войд пустота. Обширная область между галактическими нитями, в которых отсутствуют или почти отсутствуют галактики и скопления. Войды обычно имеют размеры порядка 10-100 мегапарсек. Средняя плотность материи в них менее десятой доли атипичной наблюдаемой Вселенной. Космические пустоты были впервые обнаружены в 1978 году. Национальные обсерватории стали объектом изучения в середине 70-х, ну и так далее. Вот пустоты, возможно, корректность наблюдения, корректность отражения пустот этих в настоящий момент, она зависит от двух факторов. Да, добросовестность команд, составляющих эту картину, да, и технических возможностей, и волновых искажений в принимаемом сигнале. Ну вот, допустим, что имеется в виду под добросовестностью? Ну вот, добросовестность, товарищи, астрономы вообще способны увидеть то, чего нет. Вот они потерли глаза наждачкой и увидели черные дыры, которых нет, которые увидеть невозможно, обнаружить невозможно, но они могут выдать свои фантазии за результаты посредством фотошопа. Насколько достоверна другая любая информация, когда вот стиль работы такой, да, когда вы можете выдумать любую хренотень, ее тщательно доказывать, представлять фотошопы, фейки, выдавать их за настоящее, гравитационные волны, это да, это факт, это вранье, да? Вы можете это выдавать. Какая она ситуация по войнам, это надо, ну, изучать вопрос. До какой степени это не сварсифицированный материал? Это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Вот есть у нас гравитационное линзирование, да? Болезненные пытаются его выдать за искривление пространства. На самом деле это просто обычное, обычное отклонение пучка фотона в пространстве, да? Отклонение траектории. Так вот, представьте, что у вас свет идет через взвесь, неравномерную, которая на макро уровне неравномерная, но каждый раз она проходит через какие-то неравномерные участки. Здесь вот скопление, там, галактик, здесь чуть посвободнее по галактикам, здесь какие-то тела, пустоты и так далее. Так вот, когда он проходит через эти фильтры, получается, световые, да, вот получаемый сигнал, он может в результате вот этих всех отклонений не соответствовать фактическому. То есть, эти все преломления накапливаются, да, причем не один раз, и кое-где может у вас получиться такая ситуация, что даже добросовестный астроном это раз толкует как воет, как космическую пустоту и так далее. Но вот насколько это соответствует фактажу, это второй вопрос. Но чисто технически оно не может соответствовать фактажу, потому что нас, вот мы сейчас наблюдаем, все наши представления относятся именно к наблюдаемой части Вселенной. Это вот такой вот кусок Вселенной, да, который мы наблюдаем. Дальше идет бесконечность, также заполненная, которую мы сейчас, в данный момент, с нашей технической точки зрения еще не наблюдаем, но она, зона потом расширится и будет дальше. Так вот, технически и вероятностно невозможно, чтобы у нас были сквозные войды сквозь всю Вселенную. Представьте, мы сидим в этой точке, дальше у нас начинается такой пустой огурец уходящей в бесконечность, да, это вот войд пустоты. Это технически невозможно, потому что просто по вероятности если у вас не нулевая плотность во Вселенной, она не нулевая, значит, там будут объекты, а трактовка в данных результатах что такое? Пустота, космическая пустота, это вот раз и пустота, это что, за ней ничего нет? Или вы неправильно протрактовали результаты, которые там? То есть с точки зрения логики, с точки зрения вероятности, вероятность того, что такие войды стремятся к нулю, что такие войды есть, она стремится к нулю, такая вероятность. Однако, вы заявляете такие объекты, да? Пустота, там ничего нет. В рамках вот этой детской наивной версии вы можете приплетать сюда версию большого взрыва, разлета, так далее, тогда у вас действительно, как бы в теории, там дальше ничего нет, но теория большого взрыва это сказка, безграмотная, там может чем-то красивая, может получившая популярность, но это сказка, не соответствующая реальному положению дел. Это вот такой фейк. Поэтому ситуация по войдам, будем ее отслеживать, с технической точки зрения сквозных войдов точно нет. простые какие-то космические пустоты, они реально есть, это реальность между галактиками пустоты, до какой степени соответствуют фиксируемые данные с учетом этого фильтра реальности тоже покажет время, но какие-то противоречия на этом уровне вообще не отсматриваются с материалами, которые мы даем в этой конфликт не входит. Но справочно, что всяких там вот этих нитей космических из галактик там чего-то там попадались тут определения, что вообще хотел даже сохранить, какие они забавные. Этих объектов нет. Галактические нити, ну-ка давайте зайдем в галактические нити. Галактические нити. Нить волокно крупнейшее, наблюдаемые космические структуры во Вселенной в форме нити из галактик. Средние плосности там 50-80 там лежащие между войдами, большими пустотами могут формировать великие стены относительно плоские комплексы скоплений, сверхскоплений. Галактические нити заполнены горячим миллионам миллионов градусов и очень разреженным газом нити заполнены очень горячим миллионы десятки миллионов градусов и очень разреженным газом. То есть это вот вообще полностью лютый бред. Никакого газа где-то там такого нет. Это просто некорректная трактовка результатов. Его не может быть вот того, что мы послушали. Так, стандартные модели нити формируются вдоль сетевидных потоков темной материи. Стандартные модели эволюции Вселенной галактические нити формируются вследствие вдоль сетевидных потоков темной материи. Вот темная материя сетевидный поток. Вот это звуки это таинство достижения маразма. Это вот ребята достигли таинств достижения маразма и выдают вот эти словосочетания. Темная материя несуществующий объект в природе. Ее нет. Ее придумали только потому, что математики затупили с ньютоновской теорией. Не разобрались, у них баланс по Вселенной не сходится. Вот они придумали темную материю и темную энергию. Это два несуществующих объектов. Их в природе нет сто процентов. Это либо безграмотность, либо жульничество. А если у вас нити воображаемые формируются из того, чего нет, из темной материи, потоков, сетевидных потоков темной материи, это вообще бред в бреде, обернутый в бред. это просто растение мышления. Люди не могут сосредоточиться. И вот эти сказки, космология, трактовки, это просто бретяки. Просто знайте, что большая часть того, что вы слышите про Вселенную, является самым отборным, грустным и новым бредом. Поэтому сильно на это внимания не обращайте, не запоминайте, не реагируйте. Да, какие-то балбесы там что-то, какие-то версии развивают. Мы знаем, что бывает с такими легендами, с такими сказками. Они потупят, потупят несколько десятков лет, потом придут на встречу им другие, которые раступят их в этом направлении, затупят что-то новое. Либо когда-нибудь наука доберется до уровня, чтобы вообще не тупить. Ну, тогда надо жестко следовать логике. Будем надеяться, что когда-нибудь это произойдет. логике. И логике. И логике. И логике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом о действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но... Но... Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. Субтитры подогнал «Симон»!